Добрый вечер, дорогие телезрители! Есть четыре указа, из которых мы хотели бы выделить сегодня один. Номер 1371 о повышении качества здравоохранения в республике. И давайте мы приступим к этому во многом сложному для восприятия вопросу. И сегодня я представляю нашу уважаемую, компетентную и, ну можно сказать, человечную публику. Добрый вечер, дорогие гости! И хотелось бы начать вот с чего. Ну, мы перед эфиром так хорошенечко размялись, можно сказать, ну, хотелось бы надеяться, что мы не выговорились. В поликлиниках висит некий график, что ли, повышения удовлетворенности населения оказанием медицинских услуг. Я, во-первых, хотел бы с самого начала разговора призвать вас, дорогие работники здравоохранения, от вообще выражения медицинской услуги. Медицина – это все-таки оказание помощи, помощи человеку. Человек приходит за состраданием, за излечением, за улучшением здоровья. И в этом отношении вот какие-то услуги, которые, ну, услуга может быть только одна, стоматологическая. Так вот, в чем все-таки, чем вернее наш пациент, наш больной, который приходит в первичные медицинские учреждения, в поликлинике в первую очередь, он удовлетворяется? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Дмитрий, чем удовлетворение оказанной медицинской помощи – это стандарт, который мы должны достичь, это политика по Российской Федерации и вообще системе здравоохранения. То есть, на сегодня у нас создана трехуровневая система оказания медицинской помощи в республике. Это первый уровень – это 150 участковых больниц, 200 с лишним ФАПов, 34 ЦРБ. Второй уровень – это в восьми районах, вот Мегина-Кангаласки – это первичные сосудистые центры, межрайонные травматологические центры, межрайонные родильные отделения. В Алданском районе, вот, межрайонные травматологические центры второго уровня. И третий уровень оказания медицинской помощи – это высокотехнологичные специализированные виды медицинской помощи. И во всех, на всех уровнях должна быть оказана медицинская помощь такая, чтобы человек был доволен оказанной медицинской помощью. Медицинская помощь – это диагностика и лечение, это медицинская помощь, а услуга – это то, что не медицинская услуга, то есть комфортность пребывания медицинской в поликлиниках, комфортность получения медицинской помощи – это вот медицинское обслуживание. В законе у нас она делится на медицинские и немедицинские услуги. То есть качество питания в стационаре, допустим, это не медицинское, а как мне уклон поставили, это уже получается? Это комфортность. Качество питания тоже это входит в структуру удовлетворенности пациентов. Там она имеет свои критерии, определена приказами здраво-российской федерации, и везде сейчас проводится независимая оценка общественными советами. Общественные советы имеются при каждой медицинской организации и имеются при Министерстве здравоохранения, которые проводят независимую оценку удовлетворенности оказания медицинской помощи медицинских организаций. Недавно мы 40 провели, вот эти общественные организации провели в 40 медицинских организациях анкетирование независимое. Ну и там есть разные результаты. Разные результаты. Да, поэтому мы должны стремиться к совершенству. И вот этот указ главы Республики Саха-Якутии Егора Анастича Васильева, Борисова, говорит о том, что он является толчком для того, чтобы мы дальше развивались и дальше совершенствовались. Антон Николаев, все-таки объективный ли это показатель? Мне кажется, человек, если извлечиться, он будет в довольно любом случае удовлетворен, скажем так. Если ему стало хуже или он остался на прежнем состоянии, то, конечно, он в любой анкете подпишет. Нет, я не удовлетворен. То есть насчет объективности вот этого показателя можно еще спорить. Я знаю, что два указа, касающиеся здравоохранения, они в разработке этих документов активно участие принимали все структуры здравоохранения, которые входили в рабочую группу. Все-таки это ваше детище. Нам не хотелось бы... Любой человек приходит в поликлинику чем-то недоволен и так далее. Мы можем говорить об этом часами, вы будете парировать, отвечать и так далее. В конце концов, стороны останутся при своем мнении. Как само здравоохранение считает? От чего оно должно излечиться в первую очередь? Это вот к всем вопросам в общего плана. Дискуссия открыта. Ну, то, что касается представителей первичного звена здравоохранения города, то, что касается, конечно, мы прекрасно понимаем, что та очередность, которая есть в наших поликлиниках, конечно, это все не устраивает. Конечно, мы над этим работаем. И вот в данном указе очень хорошо прописано и очень хорошо как раз разработка в Министерстве здравоохранения шла по, допустим, стандарт поликлиники, да? Вежливое здравоохранение. И, в принципе, конечно, вот это не только, вот если мы говорим о вежливости, это не только термин этический, да? Это в данном случае подразумевается весь комплекс мер, который направлен на, во-первых, доступность, на качество и квалифицированность медицинской помощи. И, конечно же, комфортность медицинской помощи. Вот то, что вы говорите о услугах, но мы говорим о услуге, потому что в нашем законе это прописано. Я понимаю, что медицина вся и не только у нас в республике, а вообще в целом по стране, она загнана в довольно серьезные рамки, да, которые, ну, всем известно, что новейшее время, скажем так, нашей истории, истории нашей страны, она стала вот переходом к стандартам, переходом к каким-то больше показателям, что ли. Ну, и все-таки из этого указа я бы хотел выделить вот то, что взято в кавычки, вежливая медицина, да? А приори ведь должно быть то, что медицинский работник, он должен быть более сострадательным, вежливым и так далее, и так далее. Почему это еще раз подчеркивает, может, какой-то... Ну, вот я говорила, вот когда начала говорить о том, что вежливое, да, вежливое это не только этический термин, да, это, который подразумевает этические моменты, но подразумевает в комплексе все, начиная с того, что вот хотя бы, если взять ту же поликлинику, ту же входную зону, да, входную зону, это регистратура, которую, мы же говорим, начинается театр с вешалки, в данном случае, допустим, поликлиника начинается с регистратуры, чтобы на уровне той же регистратуры, вот на сегодняшний день как раз мы работаем над тем, чтобы над созданием центров поддержки, сопровождения пациентов, да, то есть вот эти все новации, которые ориентированы на потребности пациента, и, опять же, вот колл-центры, которые созданы, да, то есть в данном, ну, говорить о том, что это только этический, совершенно, ну, как бы не то, чтобы неверно, да, сюда вот входят и технологические, и технические, и организационные моменты, да, то есть это вот все в комплексе, и мы называем это вежливое здравоохранение, и, конечно же, это оказание качественных, доступных услуг для пациентов. Два указа, они во многом сочетаются, да, то есть, Альберт Иванович, я бы хотел адресовать, допустим, по линии вежливости, да, достижение вот якутских трансплантологов, когда, ну, была пересажена почка, да, многие СМИ говорили об этом и так далее, и вы сами перед эфиром сказали, что многие задавали вопрос, а вот родственники давали ли согласие, там, и так далее, это же тоже часть этического аспекта данного вопроса, да, ведь 1371 указ, он же не только, скажем так, поликлинический уровень охватывает, он охватывает и ввод новых медицинских учреждений в том числе. Хотелось бы все-таки вот на этом вопросе, как говорится, не бывает же там без теневой стороны, что вот это, вот, да, достигли наши хирурги успехов, пересадив почку, но не затеняет ли вот этот аспект, там, насчет разрешения родственников и так далее, вот, ваше видение, хотелось бы? Ну, во-первых, я бы хотел все-таки поблагодарить нашего главу, Егорова Анастасия Борисова, за то, что вот вышли действительно эти указы, эти указы, они квинтэссенция всей нашей работы, которую мы делали на протяжении всех этих лет долгих, после того, как, скажем так, развалился Советский Союз, да, и была советская медицина, на сегодняшний момент мы вот этими шагами, модернизация, здравоохранение и так далее, мы подходим именно вот к таким понятиям, как вежливая, вежливая медицина, действительно, да, этические аспекты этой медицины, и вот вы не зря затронули трансплантацию, к этой трансплантации мы шли довольно-таки долго, это с 2000 года, это более 50, ну, 70 трансплантаций почек от родственного донора, и мы после этого шагнули, только после этого шагнули, сделали трансплантацию от посмертного донора по поводу того, что испрошенное согласие у родственников или еще у кого-то из близких людей в данной ситуации, я бы сказал, трансплантации нет без донорства, на самом деле, то есть нужен донор. Как это разрешить в наших условиях? В наших условиях законодательно мы имеем, значит, презумпцию согласия, то есть когда изначально человек, вот умерший человек, он не дал отрицательный момент в том, чтобы у него забрали эти органы, то есть он отрицал, я сказал, чтобы у меня органы не забирали, и об этом не оповещено, медицинская организация не была оповещена, то в принципе мы имеем право забрать органы. Мы действуем и по конституции, и по всем указам, и законодательно мы действуем совершенно в рамках закона. А этически? Этически тоже в рамках. Здесь можно подойти со стороны реципиент, а реципиент это тот человек, которому пересаживаются органы. Ему это делается во имя спасение его жизни, на самом деле. То есть это вот именно спасение чьей-то жизни, оно все вопросы этического плана и так далее сводит на ноль. А я абсолютно с вами согласен. И буквально вот у нас оповещают о завершении первого блока, до первых 13 минут нашей передачи. Все-таки мы первый блок посвятили больше вот той части, которая называется, ну, вежливая, да, повышение. Мы развернем, конечно, нашу дискуссию, но перед завершением первого блока я бы хотел задать вопрос, который мы обсудим, конечно, во время рекламной паузы. Не находится ли наше здравоохранение на ручном управлении, коли глава издает такой указ? И мы продолжаем наш прямой эфир программы «Не пропусти! Главное», которая посвящена сегодня обсуждению одного из августовских указов главы республики о повышении качества оказываемых медицинских, не хочу опять говорить это слово, услуг. И я задал вопрос перед тем, как выйти на рекламу. Не находится ли наше региональное здравоохранение на ручном управлении, но коли глава обращает особое внимание на повышение качества медицинской помощи? Я бы сказала, что это несколько иначе. Это еще раз подтверждает о том, что глава республики очень внимательно относится к вопросам здравоохранения, держит, как говорится, руку на пульсе и знает, что в настоящее время для здравоохранения республики нужно. Это первое, конечно, повышение качества оказания медицинской помощи на первичном уровне и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в котором нуждается определенная часть нашего населения, которым необходимо проводить высокотехнологичные операции. И есть такая возможность при определенном финансировании и подготовке кадров это делать у нас в республике. И я думаю, что был период, когда мы говорили о оказании медицинской помощи как таковой, потом был период, когда мы говорили о том, что не просто оказать помощь пациенту, а так, чтобы у него была качественная жизнь после проведения какой-либо манипуляции, операции или лечения. Сейчас мы уже подошли к другому уровню, когда мы говорим о том, что должна быть естественно, качественная и доступная помощь, но она еще должна быть и социально ориентированная на пациента, как в плане первичного оказания медицинской помощи, так и тех пациентов, которые нуждаются высокотехнологичной медицинской помощи, чтобы это тоже оказывалось в нашей республике. Даже на гериатрическом уровне, да, я вот приведу пример РБН-3, да, в миру она называется богадельня, да, то есть там обслуживаются люди пожилого возраста в основном, но не следует забывать, что это люди все-таки заслуженные, уважаемые, много принесшие своей родине и республики, и внимания к ним, ну вернее, вот всем пациентам пожилого возраста, оно должно быть больше, допустим. 18-летний, который проходит, допустим, шоферскую комиссию, он не проскользнется на ступеньках и всегда сможет открыть дверь. Некоторые бабушки, которые ходят, допустим, в тот же РБ-3, этого сделать не могут. Ну то есть дифференциация все равно в какой-то мере должна быть. В любом случае, врач же не робот тоже, который смотрит, вот пришел пациент номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, я их должен обслужить за один час, выделив каждому 15 минут. Вот, кстати, вот это вот 15 минут на консультацию, это откуда оно взялось? Мы что, в романе Айзека Азимова живем, что ли, или что? Я попробую ответить на ваш вопрос. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это норматив, который вышел в приказ Минздрава Российской Федерации, нормативы рабочего времени, но хотелось бы акцентировать ваше внимание, когда мы говорим о рабочем времени, это чисто экономический расчет. И на самом деле, вы абсолютно правильно сказали, что не хочется называть нашу помощь услугой, оказывая помощь, каждый врач сам определяет, сколько времени ему потратить на того или иного пациента. И как раз в этом указе говорится о стандарте поликлиники, когда мы обсуждали этот момент, о том, что должно быть расписание, когда пациент может выбрать время, по какому прийти ему на прием, и вот расписание своего рабочего времени составляет индивидуально каждый врач. То есть он понимает, что он будет рассчитывать, какое количество у него пациентов придет сегодня, знает, сколько ему нужно на первичный осмотр, сколько времени уделить на повторного пациента, сколько на профилактику. И от этого составляется расписание. Вот это и есть стандарт медицинской помощи. Это тоже в рамках вежливого здравоохранения, когда пациенту удобно прийти в то время и в тот момент к тому доктору, которому бы ему захотелось. Что касается гериатрической помощи, вы абсолютно правильно поднимаете этот вопрос, и действительно, наверное, он актуален сегодня в нашей республике. И в том же указе говорится о приближении медицинской помощи. Вы помните этот пункт, да? И сегодня есть практика в городе Якутске, когда медицинская помощь первичная, то есть врачебный терапевтический участок приближен непосредственно в спальный район. Это шаговая доступность, называется. Это тоже в рамках этого указа. И есть уже опыт в медицинских организациях, когда открываются отдельные гериатрические кабинеты, когда врач-гериатор посвящает свое время только пациентам определенного возраста. Тем самым, опять-таки, возвращаясь к этим нормативам, нормативы эти пересматриваются у данного доктора, потому что мы понимаем, что медицинская помощь оказывается несколько в других объемах. Товарищи медики, а вы сами как думаете, вот обследование или диагностика за один день, это вообще реально показать? Или он скорее, не знаю, скорее для галочки, что ли? Нет, ну вот то, что касается обследования и диагностика за один день, то есть диагностические и лечебные процедуры, на самом деле, конечно, это реально. И, в принципе, вот эти вот пакетные услуги у нас уже есть в наших городских учреждениях. Якутской городской больнице номер 3, они уже опробировали это, это уже работает. Но сказать о том, что все охватить, конечно, это невозможно. Но берут определенное направление, допустим, сердечно-сосудистое, профилактика, диагностика онкологических заболеваний, то есть обследование вот скрининговое в этих направлениях. Буквально недавно у нас в Якутской городской больнице номер 2 вышла диагностика одного дня по принципу ЧЕКАП, она называется почка, потому что наша якутская городская больница номер 2, она более профилированная под нефрологию. И вот такие моменты есть. Далее первая поликлиника, они начинали уже буквально в июне месяце работать как раз для пациентов, которых представляют на медико-социальное свидетельство, на МСЭК, вот они проводили диагностику за один день и проводят. Но это вот как бы понятно, что вот для всех и каждого это невозможно, но тем не менее это все по показаниям, и особенно это вот как раз для тех людей, которые работают, работающие населения. Это очень удобно. Для работающего населения вообще, по-моему, наверное, вот им не нравится сидеть в очередях. А некоторые бабушки, допустим, как вы говорите в пятой поликлинике, пришли недовольны, что в очереди нет, потому что поговорить не с кем, допустим. Вот я абсолютно, скажем так, я бываю во многих поликлиниках города Якутска, и в принципе, что-то делается навстречу пациенту, какие-то шаги предпринимаются и так далее, я вижу своими глазами. Вот я хотел бы представителей, которые вот приехали с мест, все-таки появление этих указов во многом предшествовало посещение руководственной республики и открытие Верхневлюзской районной больницы, да? Да. Как там у вас? Все-таки эталонная районная больница. Это не зря ведь. В чем эталонность? Ну, я сегодня рада поделиться с вами хорошей новостью, которую очень долго ждали несколько поколений медиков, жителей Верхневлюзска. Мы, наконец-то, уже работаем в новом больничном комплексе. Ну, мы постарались сделать все, чтобы в этой больнице, в этой поликлинике было удобно пациенту, было комфортно, чтобы у него были, ну, чтобы он был доволен нашей работой. Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья человека 60%, 60% зависит от самого человека. И поэтому мы в больнице, на фрезе главного входа написали на трех языках, на латинском, русском и якутском, что здоровье – это самое ценное богатство для человека. И еще во дворе поставили стеллу, где единственный знак – запрет курения, но там написано «не запрещено», а написано «не забывай, что курение вредит здоровью». Каждый человек сам должен выбрать, портить ему здоровье, губить здоровье или быть здоровым. И вообще, вот когда входим в больницу, у нас есть навигаторы, которые указывают, в каком кабинете кто работает, где находится данное отделение, допустим, терапия, там, скорая помощь, хирургия. И все это, в навигаторе, они, каждое отделение имеет свой свет. Допустим, терапия – голубой цвет. И в терапии все вывески, информационные стенды голубого цвета. В роддоме – розовый цвет. В гардеробе для поликлиники мы сделали такие бирки из ПВХ, где с одной и с другой стороны нарисована схема поликлиники. Я вспомнил Фрунзиком Кротычан, который говорит, «Слушай, когда мне будет хорошо, я тебе так сделаю хорошо, что всем будет хорошо». Я очень рад, что врачи, работающие в Верхневолюбской районной больнице, они довольны новыми условиями, скажем. Но новое строение – ведь это не то все, которое дается. Отрадно слышать, что вы довольны на фоне некоторых сигналов улусов и районов, которые говорят, а вот врачи у нас, они себя чувствуют какими-то второсортными. Мы не можем, у нас нет того, у нас нет все этого. Езжайте в Якутске, дальше то куда-нибудь в Новосибирске и так далее. Товарищи Сместов, вы же можете оспорить вот это? Маинская больница, по оснащению она не уступает лучшим якутским, новосибирским даже. – Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вот большой скачок дал эта программа модернизации. По программе модернизации здравоохранения, вот 11-12 год, у нас была построена новая поликлиника. Вот участковое больнице в Сиретенгуре. Вот так по проекту на 10 коек, и капитальные ремонты сделали. Вот Каптагае больницу поставили. Сейчас мы там открыли койки сестеринского ухода. Ну, в основном, как по направлению гириатрии хотим сделать. И открылись у нас вот в Мигно-Канглазском районе три межрайонных центра. Это они второго уровня. Это межрайонное первично-сосудистое отделение, где проходит лечение с острым корональным синдромом, то есть инфаркты, и острое нарушение мозгового кровообращения, инсульты. По результатам работы этого длини, вот сейчас, как статистика показывает, у нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 11%. И самое главное, первичная инвалидизация от этих заболеваний тоже уменьшилась на 11%. Первичная инвалидизация. Это, в принципе, я считаю, что хорошие показатели. Также у нас работает межрайонное травматологическое длини. Мы берем в Заречные районы все. Сейчас вот прошли травматологи обучения. Большой рекламы не даем, но приходят люди из города, приходят к нам летиться, из Валифиевских группы районов придут летиться. То есть, товарищ Павлов, вы себя второсортными не ощущаете, да? Ни в коем случае, да? Ну, вообще, врач учится всю жизнь. Пока он работает, да? Пока он профессионал, мы учимся всю жизнь. И вот, ну, у нас вот основном молодые специалисты сейчас, да? Основном молодые специалисты. Вот программа «Земский доктор» работает, да? Если доктор приходит в сельское место сработать, то получает 1 миллион субсидий, да? И к нам пришло 72, вот уже, как эта программа работает. Давайте мы продолжим сразу после рекламной паузы, которая прямо сейчас на канале «Она необратима». Не пропусти главное в эфире, и мы продолжаем разговор об улучшении качества здравоохранения в нашей республике. Что же врачи должны сделать? И мы остановились после второго блока на том моменте, что главному врачу Маинской районной центральной больницы задан вопрос. Ощущаете ли вы себя второсортным, проживая в районном центре или нет? Нет, отвечает. И продолжает дальше тема. Ну, ни в коем случае наши врачи не второсортные, потому что мы сейчас работаем по стандартам, протоколам лечения, по порядкам лечения. В принципе, она по всей России, да? Ну, основные законы у нас, вот 323-й федеральный закон, областного охраны здоровья населения и 326-й федеральный закон об обязательном медицинском страховании. Он по России один. И, в принципе, вот именно по этому закону приоритет должен быть профилактики. Вот мы здесь затрагивали разговор по профилактике, да? Чтобы люди, там именно из закона там написано, что кроме прав граждан на здравоохранение, там еще есть такая вот обязанность гражданина. он обязан предпринимать меру по улучшению своего здоровья. Он обязан, ага, обязан вот это, ну, как вы скажете, о сохранении своего здоровья. Заботиться о сохранении своего здоровья. Там так и в законе прописано. Поэтому... То есть человек, который курит, он по крайней мере нарушает один закон, да? Ну, да, это обязательно. Минимум два. Ну, не только курит, там еще и алкоголизм еще есть, да? Плюс еще вот это, который вот доктора прописывают, вот и вовремя не лечится, да? Вовремя не обращается. Очень много вот факторов, да? Если вот больной, например, с инфарктом миокарда или с инсультом, да, вот в сердечном слое, тем раньше обратиться, да? Тем лучше результат будет. Например, если рана вот в коридор попадает терапевтический, да? То проводится тромболитическая терапия, да? И практически этот человек вот... Практически здоровым выписывается. Ваш коллега с Майинской больницы благодарит, скажем так, программу модернизации здравоохранения, которая позволила выйти Мегин-Кангаласской центральной улосной больнице на новый уровень развития, да? Как у вас на юге Якутии, Иван, обстоит дело? Ну, у нас нет пересудительства отделения, есть межрайонное травматологическое отделение, рамка которого было в свое время закуплено дорогостоящие современные оборудования. Ну, я вот здесь хотел бы по поводу указа маленько повернуть разговор, да? В части вот именно улучшения пребывания, качества пребывания, да, пациента в амбулаторном или стационарном звене, да? Вот о чем, собственно говоря, указано, что и направлено. Потому что качество оказания медицинской помощи, ну, это постоянный процесс. Есть новые методы лечения, они внедряются, врачи ездят на обучение и так далее, то есть проводится определенная работа. А вот в части пребывания пациента в амбулаторном, допустим, звене, потому что поликлиника – это, ну, входные ворота Центральная районная больница, да? Вот, там вот есть определенные нарекания. То есть даже если человек попал к терапевту, получил качественное… Приписание. Ну, да, качественное обследование, да, качественное лечение, но перед этим простоял в очереди, то, конечно, он выходит недовольный. У него возникает такой определенный негатив. Поэтому вот в этом указе, для того, чтобы ориентировать, для меня, допустим, это определенные ориентиры, да, установленные сроками, как я должен сделать поликлинику, какими методами, да, я должен ее улучшать, чтобы именно пребывание пациента в поликлиническом звене, оно было, ну, чтобы он вышел доволен, но у него не было этого негатива. То есть это вот и разделение потоков очередей, да, это предварительная запись, это, ну, вплоть даже до стульев, грубо говоря, чтобы они были мягкие и удобные, пока он сидит и ждет. Они железные чурочки, на которых больно сидеть. Да, на которых неудобно сидеть, да. Развитие доврачебной медицинской помощи, то есть вот на первом этапе, когда он только входит. Сопровождение пациента, чтобы не было… Зачастую ведь у нас по коридорам, если пройтись по поликлиникам, бывает такое, что и ссоры, очередь перепутали, что-то еще сделали, да. То есть чтобы это ликвидировать, мне бы вот пришел, третьим зашел, или вторым, там, или первым по времени по-своему. А ну, конечно, вот для меня, допустим, да, работающего человека, если я обратился в поликлинику, мне было бы это крайне удобно. Что даже если не надо подождать минут 15, мне есть чем заняться, грубо говоря. Ну, от Wi-Fi, там, да, там, до телевизора и мягкого кресла. А лучше, конечно, чтобы я пришел и вот в установленное время в час дня зашел. Вот это вот, вот, пока я как руководитель, да, к этому и хочу стремиться, то есть я к этому буду стремиться. Я не так давно заступил в эту должность, но вот именно поликлиническое изъявление, будь то взрослая поликлиника или детская поликлиника, да, другие изъявления. Вот это вот для меня, вот этот данный указ, да, 1371, он для меня ориентир. То есть, что я должен сделать для того, чтобы улучшить. Понятно, что это не произойдет сразу. Понятно, что население к этому должно привыкнуть. Есть недовольные все равно, да, что новое не внедряет, даже то, если это удобно, запись через интернет многие не могут в силу там особенностей воспользоваться. Скажем так, или ретроградских каких-то настроений. Вы сегодня обиделись, когда я сказал, что есть живая очередь на получение электронного, талона на электронную очередь. Но есть же она. Никуда от нее не идти. В принципе... Ну это нету такого, нету. Нету такого? Нет. Ну, хорошо, мы проверим. У нас довольно много механизмов, скажем так, мониторинга данной ситуации. Старая информация у вас. Старевшая информация? Старевшая. Что касается флагманов якутского здравоохранения, НЦМ, давайте. Что вы можете сказать? Добрый вечер. Я считаю, что указ очень своевременный. И я убежден, что это доказывает не ручное управление, а именно пристальное внимание органов власти к социальному блоку, а именно к здравоохранению. И как раз указ, один из указов затрагивает развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Это наша самая больная точка. Мы ежегодно очень много пациентов отправляем за пределы республики, а это очень большая финансовая нагрузка. Значит, указ преследует несколько направлений. Это развитие сердечно-сосудистой хирургии, развитие трансплантологии, развитие геномной медицины, развитие репродуктивной технологии, развитие протезирования, кохлеарду имплантацию при потере слуха, пересадку роговицу, и при полной слепоте это бионический класс. То есть, этот указ, я считаю, это определяет не только сегодняшний день, это определяет вообще направление здравоохранения нашей республики до 30-го и далее. Это затрагивает самые высокотехнологичные отрасли здравоохранения. Вы правы, потому что в основе этих указов, вернее, какой-то отправной точки стратегия 20-30 лежит, в которой центральное звено это человек. Улучшение качества его жизни, увеличение продолжительности жизни населения в республике. И тут нельзя обойти такое внимание. Улучшение качества он должен процесс всегда обоюдный. Если, ну я не говорю противная сторона, если, скажем так, по ту сторону вот стола сидит пациент, который чем-то вечно недоволен и так далее. Вот вы, медики, что бы хотели попросить у пациентов в первую очередь? В первую очередь? У пациентов. Не у бюджета, не у главы, не у пациентов. От второго участника процесса. Вообще медицина сейчас меняет свое лицо. Вообще в современном понимании это партнерские отношения врача и пациента. И от пациента зависит тоже, вот как сказали мои коллеги, 60% успеха зависит от самого пациента. Как он своевременно обращается в учреждение здравоохранения, как он не запускает свое заболевание. То есть есть диспансеризация, есть. То есть это зависит от дисциплины самого человека. Человек не должен запускать свое здоровье. Он постоянно должен заниматься профилактикой, он не должен игнорировать диспансеризацию и в конце концов, если есть у него какие-то симптомы, он своевременно должен обратиться в поликлинику, городские больницы, национальный центр медицины. Для этого я считаю созданы все условия. Но наша вина, я все-таки тоже несем ответственность, население не знает как мы работаем. То есть человек, обыватель, он задает вопрос, а почему я сразу не могу попасть в национальный центр медицины, почему меня там не принимают. Но как сказали мои коллеги, у нас есть трех уровневая система здравоохранения. То есть человек сначала обращается на первичное звено, и если первичное звено не справляется, если у него нет каких-то специальных анализов, не может провести какие-то дорогостоящие исследования, тогда следующим этапом больной направляется на второе или даже на третий уровень здравоохранения. допустим национальный центр медицины. это специализированная медицина, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. То есть ваше упущение, как вы говорите, недостаточное информирование населения о схемах работы здравоохранения. А мне кажется, что схемы эти довольно нет. Сложные. Сложные. Сложные, я бы сказал. Мне бы хотелось продолжение Николая Васильевича сказать. Был такой постулат, в принципе он по сей день не теряет своей актуальности. В советское время был очень известный советский, фамилия советский, ученый-онколог. И он говорил, допустим, первый шаг к выявлению какого-либо заболевания должен сделать сам пациент. То есть он должен обратить внимание на свое здоровье и прийти в больницу, допустим, в поликлинику или же в другое лечебное учреждение. И хочется сказать, что вот Николай Васильевич говорит о том, что пациенты должны знать все о своем здоровье. Они должны вот этот данный указ 1371, он очень такой правильно расставленный приоритет, в данном случае и профилактика, и первичное звено, и высокие технологии. То есть пациенты должны знать то, что о своем заболевании или допустим, о факторах риска, вот вы говорите о том, что допустим кто-то курит или еще что-то, это факторы риска, которые в общем-то могут впоследствии привести к определенным необратимым процессам. Вот это уже должно быть со школьной скамьи, это прямо вот в семье должны воспитывать так детей, и они должны четко знать, что хорошо, что плохо, что может привести к определенным допустим заболеваниям. И за это ответственный сам пациент. То есть, Дмитрий, мы хотим попросить у пациента в первую очередь ответственность, второе, вежливость. Наверное, это главные постулаты. Взаимная вежливость. Взаимная вежливость. Как уже сказали, да, абсолютно. Если говорить о пациентам, в первую очередь это ответственность к своему здоровью. Буквально две срочки хочется сказать. Сейчас как раз компания против гриппа, к сожалению, не видно, когда много народу у нас идет на вакцинацию. А ведь это очень важный фактор профилактики. И буквально, я думаю, что через месяц начнутся опять очереди, какие-то шумы, бесконечные вызовы к детям. А это вот то, что мы не проявили долю ответственности и не привились вовремя, не подготовились к определенному эпидсезону. То есть, да, давайте. Можно еще ремарку? Вот то, что еще мы хотели бы от пациента, помимо того, что сказала Елена Афраимовна, на мой взгляд, достаточно актуально сейчас доверие пациента к врачу, к медицинскому работнику. К сожалению, в последнее время это доверие у нас утеряно. Я не знаю уж с нашей ли это подачи или с подачи средств массовой информации, где были подорваны постулаты о том, что медицинский работник, врач, это все-таки тот человек, которому можно доверять. На мой взгляд, это актуально. Реклама прямо сейчас, Ирина Родионовна, я прошу прощения. И завершающий блок программы «Не пропусти главных», в котором мы обсуждаем указ 1371 от 22 августа о повышении качества оказания медицинской помощи в республике. Ирина Родионовна очень хорошую, чуть не сказал, Арина Родионовна, Ирина Родионовна сказала замечательную вещь о доверии, взаимном доверии пациента и врача. И Альберт Иванович хотел бы дополнить, мне показалось, что... Мне хотелось бы сказать тоже такую ремарку. Вы задали вопрос о том, чего мы бы, врачи, хотели бы от пациентов. И на самом деле, на сегодня одна из болевых точек, которая есть, это все знания пациентов из интернета. Вот я бы так это назвал. Потому что они приходят к врачу, заранее прочитав все, что есть в интернете, про свое состояние, не зная еще диагноза конкретного и нормального. который... Правильный диагноз. Знают его лечение уже, какие препараты при этом должны быть. Причем некоторые препараты это реклама. Реклама тех фармкомпаний, которые хотят продать тот или иной лекарственный препарат. И вот с этим багажом они приходят к доктору. Естественно, иногда возникает... Я сам такой. Да, вот иногда возникает такое желание, что ну, как бы, давайте будем взаимовежливы. Мы же не в интернете учились. На самом деле. Мы получали нормальное медицинское образование, в котором, значит, есть и диагностика, и как это диагностируется на самом деле, какими препаратами. Именно нам... Вот не нужно знать, какой препарат по названию, а именно, какую группу мы должны использовать в лечении какого-либо заболевания. И тут замечательный аспект, на самом деле, да, вот мы проходили, обучались и так далее. У нас пациент такой, он... Ну, не будем назвать, что это низменный, да, какой-то. Ну, есть такое явление. Он гражданин Российской Федерации. Он хочет, чтобы медицинскую помощь ему оказывал другой гражданин Российской Федерации. Он не хочет, чтобы фамилия у врача была там... Нурсултанов или какая-нибудь другая из Среднезаяцких республик, да, ему милее там свои родные, там, Иванова Зинаида Михайловна или там Петров Иван Сидорович, да. Почему мы вот кадровый вот этот аспект, да, не можем восполнить? Вот это тоже, кстати, один из основных ключевых таких. Вот почему не доверяют люди, вот приезжим, скажем так, специалистам. Ну, может, Нурсултанов тот же, 25 лет уже как гражданин Российской Федерации или он родился вообще в Кемерово, да, ну, фамилия у него такая. Не будет же он там за 5 минут пациенту объяснять свое происхождение или там тонкости миграционной политики в Российской Федерации? Ну, мы живем в многонациональной республике. Более 100 национальностей у нас. 5 консенсий. Дело в том, что все врачи, которые работают в нашей республике, имеют российский сертификат. Подтвержденный. Поэтому здесь у нас такого еще не было факта. Ксенофобии, как вы сейчас говорите, у нас нет. но я обращаюсь опять к тому же интернету и к мнению, скажем так, я не говорю это, что это общественное мнение, это мнение отдельных, может быть, не слишком воспитанных граждан, которые выражают свое мнение. Но факт сам такой. Возьмем российские вот Бакерии. Он у нас тоже... Хороший аргумент. Хороший аргумент. где было 15 республик, и мы относились друг к другу с большим уважением, я думаю, и пиететом, и то, что произошла какая-то ассимиляция, это естественный, мне кажется, процесс, и воспринимать его... Никого ведь при Советском Союзе не колыхало, что врач родился в Ташкенте или в Самарканде, да? Да, и оказывает помощь им. Если доктор хороший, да пусть хоть, не знаю, немецкая фамилия, пускай у него будет, и пусть он оказывает мне вкусно и полезно мое здоровье сохраняет. И завершающие, скажем так, может быть, нотки еще. К чему еще дальше появление вот этих указов подтолкнет? Вот каков вектор прогрессивного движения вперед в здравоохранении? Вот давайте, каким вы видите будущее, можно сказать, до завершения стратегии 2030? Стратегический вектор развития здравоохранения республики нацелен, конечно, на то, чтобы продолжительность жизни республики была еще дольше при рождении. Вот за последние с десятого года у нас на четыре с лишним лет увеличилась продолжительность ожидаемой жизни. Показатели смертности от всех причин у нас самые низкие в Российской Федерации. мы входим в семерку лучших субъектов, которые имеют такой низкий показатель. то есть оценка работы здравоохранения это результат работы многих медицинских работников, которые работают в системе Показатель смертности это не тот показатель, который... Эти критерии определены в оценке качества оказания медицинской помощи. Вот Светлана Семеновна открыла Верхневилюйскую больницу и вот как она рассказала как вот больницы начиная со входа то есть когда вот формировала эту больницу она брала вот ну ездила во многие больницы и получала ну смотрела где вот опыт положительный и все у себя внедрила. Это визитная карточка любого руководителя медицинской организации и вот глава издал этот указ для того чтобы понять ну не чтобы он важен каждый человек в нашей республике забота о человеке и забота о том чтобы вот люди не боялись обращаться к врачу чтобы врач при этом не говорил о как бы там поздно пришли так запустились ну чтобы обоюдные действительно партнерские были отношения и вот страх и боязнь медицинских работников перед и население это вот все должно быть преломлено кажется вот так цинизм все-таки у медиков профессиональное такое явление есть то есть они часто сталкиваются скажем так с тяжелыми заболеваниями со смертью и какой-то ну не знаю на каком-то уровне может быть можно сказать что профессия достаточно цинична выгорание есть на самом выгорание выгорание среди медицинских работников и среди врачей и анестезиологов это очень высокий процент на самом деле но тем не менее вот жизнь доказывает что человек должен быть если выбрал медицину он должен быть очень стрессоустойчивым и человек очень выдержанного характера это сама профессия требует от нас выдает потому что больные разные бывают и кто-то очень негативном настроении придет кто-то более такой адекватный человек придет и если вот медицинский работник будет подстраиваться под настроение каждого пациента конечно он не будет но тем не менее надо понять что врач это тоже человек и для него это колоссальная нагрузка психологическая даже человек когда общается вот врач принимает за смену 30-40 процентов и он выходит как выжатый лимон и поэтому я хочу призывать и население нашей республики давайте будьте вежливы врачи если больной будет вежливым врач точно так же ответит вежлив абсолютно абсолютно право я считаю совершенно точно отметил вот дмитрий вы сказали там хороший доктор сказали да вот оценку такое дает население хороший доктор вот сейчас я в районе работаю там вот которые раньше наши ветераны до сих пор вспоминают вот это хороший врач вот он был хороший врач вот так даже не успел заслуженным врач стать республики россии ну вот народ говорит хороший доктор ну вот именно я молодым специалистам своим врачам вот так говорит самая главная награда это признание населения для врача если население скажет это хорошей доктор это самая большая награда для врача и призываю всех стремиться к этому абсолютно право последние выступающих говорят что на самом деле пациент же не тоже врачи такие же люди как и мы они водят детей в школу они не живут гетто каких-то они не обслуживаются в спецмагазинах почему к ним отношение должно быть как другой обособленной некой касте я не думаю что сидят вокруг меня инопланетяне которые абсолютно другими категориями да у них есть работа определенного плана работы помогать людям когда они больны спасать людей когда они тяжело больны и в принципе если процесс будет взаимодополняющим то есть нет повышения качества медицинского обслуживания без адекватного позитивного подхода с другой стороны это нужно помнить всегда и все участники разговора которые говорят давайте будем взаимно вежливы это была программа не пропусти главного с вами был Дмитрий Оргунов увидимся через неделю субтитры